В Кирове в подтопляемых районах во время паводка будут эвакуировать в том числе и домашних животных, а Кировская транспортная прокуратура выявила 28 нарушений пожарной безопасности на железной дороге и в аэропорту. Подробности далее наш эфир продолжает рубрика короткой строкой. Кировская транспортная прокуратура выявила 28 нарушений на вокзалах и в аэропорту Кирова. Проверяли пути эвакуации, пожарные гидранты, работы сигнализации и речевых оповещателей. Ответственных за нарушения привлекут к дисциплинарному наказанию. В Кирове за последние сутки вода в Вятке поднялась еще на 30 сантиметров, но подтопление домов пока не наблюдается. Как сообщили специалисты, когда вода поднимется до критической отметки, эвакуировать будут не только людей, но и домашних кошек и собак. Животных будут передавать в приюты. Сейчас решается, как будут спасать куриц, коров, коз и свиней. Кировским школам на устранение нарушений от Роспотребнадзора нужно 700 миллионов рублей, но выделено всего 25 миллионов. Основные претензии касаются окон. Нарушения зафиксировали в 45 школах и 79 садах. Также у специалистов были претензии к кровле. По многих учреждениях протекает крыша. В гороадминистрации сообщили, что выделенные деньги направят на поддержание надлежащего состояния зданий. 21 апреля в Кирове пройдет акция «Библия-ночь. Магия книги. Тема акции в этом году». В ней примут участие 9 библиотек города. Посетители ждут книжные выставки, мастер-классы, квесты, научные шоу, концерты и кинопоказы. Подробную информацию о мероприятиях и времени проведения можно узнать на сайте Управления культуры администрации города Кирова. Редактор субтитров А.Семкин